Уважаемые работники культуры, дорогие друзья, я благодарен вам за приглашение участвовать в традиционной ежегодной августовской конференции педагогов. Я рад, что в этом году ваша конференция, конечно же, безусловно, будет носить и рабочий характер, но в то же самое время в этом году есть повод и порадоваться достижениям наших педагогов, наших работников культуры. Сам факт сегодняшнего нашего начала мероприятия, я имею в виду вручение государственных субсидий детским школам искусств, сельским домам культуры, говорит о том, что ваш труд, он признан, признан государством, признан правительством и самое главное, он признан нашим обществом. Ваш труд востребован, особенно у нас, и, конечно же, во многом труд педагога, особенно педагога, который воспитывает профессиональное поколение работников культуры, профессиональное поколение артистов, художников, скульпторов и многих-многих других для нашей республики имеет особое значение. Мы не можем похвастаться своим миллионным населением, мы не можем похвастаться глубокой инфраструктурой, промышленностью, но то, что мы пронесли и сохранили для поколений живущих и грядущих, это неоценимо и, наверное, не имеет свою материальную стоимость. Мы пронесли через века традиции наших предков, наше искусство и культуру, и то, что делаете вы, дорогие педагоги, сегодня, продолжая эти традиции, воспитывая эти традиции в наших поколениях, это дорогого стоит, это не имеет цены, еще раз повторюсь. Мы все глубоко признательны вам за ваш самоотверженный труд, труд патриотов, труд профессионалов в большую руку. Мы благодарны вам за наших детей, которые воспитывались у вас, обучаясь в стенах детских школ искусств, здесь, в колледже имени Петра Ачировича Ченкушова и во многих-многих других образовательных учреждениях республики, которые имеют напрямую отношение к культуре, спокойны, спокойны за будущее наших детей. Мы вместе с вами радуемся их успехам. И сегодня мы здесь воздаем, конечно же, малую толику благодарности и того уважения, которого вы достойны. Но поверьте, наше уважение, наша любовь к вам, наше признание вашего бесценного труда – это тоже в глубине нашей души, в глубине наших сердц. Я хочу поздравить всех, вне зависимости от того, кто получит сегодня эти награды, это официальное и материальное признание вашего труда. И тех, кто сегодня ждет только этой заслуженной награды, и я убежден, получат в будущем, с этим, пусть маленьким, но, наверное, таким важным событием в нашей с вами общей жизни. Признание труда – это всегда приятно. Это всегда рождает чувство гордости и понимания того, что ты живешь на этой земле не зря. А уж труд педагога – это уже признание того, что вы делаете большое благородное дело. Я поздравляю вас с началом работы конференции. Еще раз хочу повторить, что, безусловно, в рабочей части конференции вы обсудите многие важные вопросы, стоящие перед педагогами калмыкии, перед педагогами культуры калмыкии. И из всего этого родится зерно, зерно истины, которое, поверьте, упадет в благодатную почву. Спасибо вам за наш труд. Мы готовы начать церемонию награждения. И когда я говорил в своем приветственном слове о том, что мы небольшие в масштабах нашей огромной, необъятной Родины. Но, помимо того, что калмыкию знают и оценивают, вот это самое яркое свидетельство. Хочу для вашей информации сказать о том, что Министерство культуры на всю страну 50 миллионов, 12 миллионов – это мы. Это признание. Признание нашей культуры вас, коллеги. Это ваш труд. Спасибо большое. Спасибо.